игорь бежит уже первый снежок слушайте ну классно вообще такая погода суперская снега у нас выпало сегодня тоже я знаю что московской области москва там тоже заметает у нас так потихонечку по чуть-чуть вот мы приехали заяц красавец заяц все сейчас заберем зайчика довольны и бежим в машинку снежочек смотрите какой сейчас я здесь наследю заяц выбегает едем прокатиться и вот новый крабас новый новый ой запах родной машины ты села в автомобиль и не пристегнулся не рукайся сколько можно вступаем тренироваться в машине ой друзья как пахнет в родной машине родной машиной пахнет господи как мы наездились на этих такси нет было бы лето мы бы больше пешком конечно бы ходили а тут как выдалось как специально выдалось минус 40 минус 30 минус 35 ой родненький заяц слушай хорошо прямо едет да но все нету вот этих вот скорости переключаются ну как раньше ну да как на автомате так мы автоматы поставили аааа смотри переключился все переключился да и без этих ну я по двигателю просто вот слышу сейчас она подучится обороты ну сейчас тут еще компьютер считает сейчас он об считает сейчас он подучится по оборотам полтора месяца не ездил за рулем отвык вообще ну а ты с меня помнишь смеялся когда я месяц два не ездила ух как ты резво такой все теперь можно делать со светофора у нас ярисы со светофора рвали так да и так они в принципе и он кстати мастер и сказал что на ярисах такой беды не наблюдается да и он сказал что наше сцепление было очень хорошее очень в хорошем состоянии и дети почему-то идут на красный вот в хорошем состоянии так что это либо актуатор либо там моторчик мозги ну либо ну все мы надеемся что никаких теперь я зато увидела вот он сейчас не не угрюмый мастер был вот такой он довольный он довольный что сделал и отдал ну все осталось зайцу резину хорошую зимнюю взять летние то у нас есть ну да и наш заяц в цене это подорожало теперь с этой коробкой он теперь значительно подоржал 150 до 200 где-то так на сотку точно нет на сотку точно да нет такая корова нужна самому мы будем конечно стараться изо всех сил сейчас ну да вот потряхивали 400 оборотов так что будем стараться будем поднимать надо как-то поднимать вторую машину эту машину саши нам саши не саши саши ух какая машина серьезная самое главное друзья завтра понедельник рабочий день и на наконец-то полноценно можно владеть своим автомобилем ездить по работе по делам не считать каждый раз просчитывать километражи маршруты да чтобы одним маршрутом успеть как-то вот заехать все максимально выловить потому что мы посчитали вот то что потрачено было на транспорт это нам хватило бы ну около двух месяцев на бензин и не смотрите чекарета ездуны сейчас дорога очень скользкая выпал снег где-то почищена где-то не почищена здесь вот не расчищена и вот они вот начинают это вихлять ужас а мы когда в салон зашли в этот ну на сто туда гораздо я считаю у него все окна открыты капот открытся и запах родненький от машины ой друзья очень довольны и тьфу 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 с богом что все хорошо было с нашей машинкой ну а мы вот сейчас покатаемся чуть-чуть и домой ну вот про то что я говорю и дороги скользкие но тут видимо просто за нарушение какое-то остановили так что у нас гибдд глюдят а судя по всему это какой-то старый мерседес да ну понятно на старых мерседесах то понятно погонять любят и ну вы поняли в общем да я так я на горе уже не была вот здесь так давно так мы не ездим на гору не ездили из-за того что у нас коробка не тянула вот это все я старался избегать гору ну да ну чтобы проблем не поиметь потому что да я боялся тут все нормально знаете еще привычки остались ну те у кого у машины на роботизированной коробке те нас поймут и остались вот эти вот ощущения тела когда надо машине помочь да переключиться вот там про сбросить поднять газ в общем педаль газа и эти ощущения на определенных отсечках и моментах они в теле остались а ничего все уж ничего делать не надо смотрите вывеска какая не вывеска вот у нас световая надпись город ханты-мансийск это когда мы с горы спускаемся но у нас стекла еще грязные машина стояла в гараже вон садик сейчас светится это камаз куда помните въезжал в этот садик с горы спускался здесь городок еще стоит ну правильно морозы мало кто новые остановки у нас видите интерактивные теплые порядками для телефонов ну да с камерами со всеми делами вот такой вот садик саша в похожий садик ходила что ты там делаешь нравится да ладно дома уже разберемся сигнал все вот она коробочка но он такая тепленькая ну там коробки нету это просто селектор но тут от лампочек обычно вот тут вот тепло нет тут не будет тепло потому что тут ничего нет тут пусто но это так всегда было у ярисов так что сейчас почетный кружок соскучились и до дома до хаты завтра понедельник мы сыгнем все-таки стали писать список куда нам надо потому что нам надо забываем отделки много у нас уже 7 или 8 пунктов записаны еще где-то раза по два точно еще куда надо было но мы не записывали машину достаточно на улице живем это у нас сколько получается достаточно носится горцует есть до опасная езда мне но тех кто на этих на немцы как будто бы из отпуска вернула слушать по городу да наконец-то свои на своем коне сколько можно на такси уже вонючие эти машины прям вонючие и вот это все я обрезки убит все вот сейчас вот так вот сзади вообще в подвеске за машиной ехали когда-то вот единственная по ходу нормальная такси я знаю нечего субару был там подвеска была хорошая но вот машина прокурены в основном все прокурены и машину мало кто сиденья тоже дырявые прокурены ну вот когда едешь машина узнаете она под тобой разваливается ты чувствуешь и тебе страшно доедем мы или нет все трещит все гремит и ты понимаешь что это гремит не корпус не это там гремят те узлы которые ну жизненно важны все-таки для машин и стойки и ладно че уж там говорить господи пусть все будет дальше хорошо пусть и всех все будет хорошо пусть ваши желания мечты сбудутся у кого машинки в ремонте пусть ремонтируются у кого ожидаются покупки пусть покупаются чем пусть все все у всех срастается ну что пришло время дегустации рульки смотрите какая мягкая приготовилась я ее доготавливала вытащила из рукава в рукаве все-таки бульон который выходил сок он стал как так там гореть почему-то хотя температура была 170 ну 160 градусов примерно так я потом переложила всю фольгу надо пробовать посмотрите все отстает от костей но здесь вот шкурка видите как видите как от костей все отстает я не приваривала я мариновала и сразу потом отправляла все в духовку без привариваний без каких-то лишних танцев с бубном мы немножечко сейчас чуть-чуть вот приперчим чуть-чуть вот присолим потому что ну костей там может не совсем так посолилась я вам хочу сказать это очень очень вкусно рулька прям огонь с горчичкой с хреном прям нужно этим напомнила холодец захотелось хватца но здесь вот вторая рулька вам видно что не сгорела что она такого хорошего приятного и правильного цвета но это очень вкусно я по-моему второй раз в жизни делаю рульку это очень вкусно